У нас есть очень интересный вопрос, как мне кажется, Александр из России говорит, я читаю книжку про нейрохирурга, и там описывают такие случаи, когда пациент находится уже при смерти или в очень тяжелом состоянии. Врачи советуют семье пациента дать ему просто умереть, не продолжать его мучения, перестать бороться. Является ли согласие поступить, как советуют врачи, грехом или нет? Стоит ли соглашаться с врачами? Вот такой интересный вопрос, на самом деле непростой, и почему-то было подозрение такое у Евгения, что Авель рвется ответить на этот вопрос. Ну прям рвется, нет. Я почти не ответил на него. Смотрите, тяжело судить об этой теме, находясь там от вас за много тысяч километров. Мы не знаем на самом деле всей картины того, что там происходит. Мы не знаем, на каком основании вообще врачи делают такой вывод. Но я могу сказать, как человек, который, к сожалению, получил медицинское образование, что человек, который находится даже в коме, он все равно живой человек. Он живой человек, и он слышит вас, он понимает, что находится вокруг него. Кома – это всего-навсего состояние, когда мозг локализует ресурсы на собственное выживание и отключает все остальные органы и системы. Это не значит, что он умер. Он просто сейчас восстанавливает, насколько ему это возможно, если врачи не мешают ему. Заблокировано, да. У него такой режим экстренного энергосбережения. И имейте в виду, что когда вы разговариваете рядом с этим человеком, даже находящимся в коме, он все равно слышит все, что вы говорите. И если вы провозглашаете в его жизнь, не вы, может быть, врачи, что а, бессмысленно, а, не имеет значения и так далее, мозг все это воспринимает в режиме восприятия без всяких сторожей. И в конце концов, можно до пророчества, до того в его жизнь, до провозглашать, что он действительно скажет, окей, все, я отключаюсь, и наступит смерть. Поэтому лучше, во-первых, такие вещи не провозглашать. Я возвращаюсь опять к тому, что мы говорили о болезни, о биполярном расстройстве, в частности, когда человек тоже не находится на 100% под собственным контролем. Что мы будем пророчествовать в жизни, что мы будем провозглашать, то и будет в жизни этого человека. И у меня есть свидетельство по этому поводу. К нам обратился пастор из Кореи, мы находились на лидерском служении, как раз на пасторском собрании в нашей церкви. У нас было там 5 человек. И позвонил пастор из Кореи и сказал, что сейчас сын нашего пастора здесь находится в коме, в больнице. Врачи не знают, что с ним делать, ему 13 или 15 лет. Он не дышит, не говорит, он подключен к аппаратам, он ничего не слышит. У него был инсульт, 15 лет. У него был инсульт, и он находится в коме. Мы начали просто за него молиться. Мы просили, чтобы телефон был постоянно на нем, в камеру, через вайбер. Чтобы мы его видели, чтобы он нас слышал, то есть на громкой связи. Мы молились на русском языке, он не знает русского языка. Но мы молились на русском языке и повелевали просто органам и системам начать работать. И по прошествии двух недель, что он был в коме, во время молитвы, он начал выполнять то, что мы ему говорим. Он открыл рот, он начал дышать. Ну, по крайней мере, дышать нет, но он начал, видно, что ему мешает трубка, он начал открывать рот и пытаться дышать. Он начал шевелить руками, ногами. Самое главное, что он открыл глаза и смотрел четко в камеру, когда мы с ним разговаривали. Он не отворачивал взгляд. То есть человек в этот момент все слышит. Имейте это в виду, он живой человек. Если мы не будем верить в то, что Господь способен его восстановить, то где наша вера? Вот в Евангелии от Луки написано, когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру здесь, среди нас? Мы должны верить в то, что Господь способен его восстановить. Я вернусь обратно к постанию филиппинцам. Четвертая глава, шестой стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Если вы желаете, чтобы ваш, кто он, отец, муж... Нет, это просто человек, в лучших чертах. Ему просто интересно, грех это или нет. Да, значит, если вы считаете, что этот человек должен жить, вы должны это желание открывать перед Богом. Бог всякой благодати способен исполнить любое наше желание. Иисус говорит, все, что не попросите во имя Мое, дано вам. Не будет дано, не предано будет при условиях, а попросите во имя Мое и дано вам. То есть оно уже существует. И иногда Господь отходит от нас, и мы это видим в истории Сизекии, не для того, чтобы нас в чем-то наказать или в чем-то обличить. Он просто отходит в сторону и говорит, я проверю сердце твое. Что у вас на сердце, то будет в вашей жизни. Я думаю, вот то, что я... Ну, а все-таки ответ. Грех это или не грех, если, например, человек думает, что у него нет веры молиться сейчас. Он больше видит те мучения и то тяжелое состояние, в котором находится его близкий или знакомый человек. И сам по себе он чувствует, что вот у него нет веры. И он не может организовать вот такую прямую линию непосредственного постоянного ходатайства. Может, пишите в колл-центр ТБН и просите, чтобы пастора за вас молились. Мы двигаемся в этом месте. Уже все, он не сдается. Это пример, да? Это пример, да? Человеку как-то не приемлемо слово «нет». Аллилуйя, Господь. Потому что у нас Господь, которого зовут «да и аминь». У нас нет Господь там «нет» или еще какие-то. У нас «да и аминь». Поэтому Господь будет исцелять того человека, за которого нужно молиться. Через людей, понятное дело. Но мы всего-навсего инструменты. Написано «мы возлагаем руки, Дух Святой исцеляет». И я просто призываю вас, особенно если у вас сейчас есть человек в тяжелом состоянии, который находится там, может быть, даже под, как это называется, искусственным дыханием, да? И вы можете при всем при этом пророчествовать, провозглашать жизнь в его организм. Потому что, ну, на то воля Божья. Бог не создал нас для того, чтобы мы умирали. У нас Бог жизни. Иисус говорит, что наши имена записаны в книге «Жизнь и на небесах». Он же говорит, что все, что свяжено на небесах, будет связано на земле. Если вы верите, что вы гражданин царства, в котором нет болезни, нет смерти или утрет всякую слезу, это же самое нужно связывать здесь на земле. Потому что так говорит Слово Божье. Если мы этому Слову верим, то мы должны жить, как я уже говорил, соответственно нашему гражданству. Поэтому просто вот книга эта нехорошая. Оставьте ее. Читайте другие книги. Лучше вот эту, почитайте, здесь гораздо более оптимистичные вещи написаны. И пусть Господь вас обильно благоставит. Смотрите, еще одна вещь. То, что вы смотрите, вы оставляете в своем вот этом вот органе между правом и левым ухом. Я просто вам говорю, что почитайте Библию, там написано, это не изобретают. Что берегите око свое, потому что оно светильник телу. Потому что если свет в нас есть тьма, то что такое тьма? Не читайте такие книги. Просто не читайте. Как профессор Примес говорил, не читайте советскую прессу перед обедом. Да, то же самое. Ну не читайте такие книги просто. У вас не будет таких вопросов.